итак снова здравствуйте дорогие зрители с вами снова я алексей вы смотрите youtube канал парадимы мы проходим игру плейчинг и в этот раз мы будем играть за прион прион очень сложный но медленно развивающийся патоген головном мозге да посмотрим аквацит но это скорее всего вот здесь это ускоряет распространение болезни по морю но пусть будет как раз по морю лучше всего распространять ее пусть мутация улучшенная будет вдруг это нам даст какие-то бонусы вот этот бонус естественно и давайте же запустим на обычной сложности и в этот раз кто у нас будет прионам кто сверлит мозг в общем-то да я даже не знаю как назвать у меня поток креативности закончился но думаю стоит назвать наш прион не знаю котики были кто еще может быть тролли тролли вот так вот разумеется интернет но я пропустил что там было написано и какую страну мы в этот раз выберем давайте выберем какую то мало известную страну самую маленькую такую где трудно развиваться какая самая маленькая страна и саландия по идее но здесь легко будет развиваться вот давайте кубу карибы да тролли распространились на карибах используйте очки днк и вот трудно заметить и вылечить медленно эволюционирует симптомов нет а это что нейрал проект увеличивает тяжесть болезни ну то есть влияет на умственные процессы я вот не знаю стоит ли это качать какой то прием опять неделя хомячку тролли распространяются что бы нам раз прокачивать троллем и 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 нам нужно пути передачи в качестве и 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 только 500 людей вот 700 у нас гляньте уже сколько этого тнк я так понял вот это вот цель фигня она дает вот да я не знаю что она дает сейчас что она вообще дает тролли заражают людей тысяч понятно троллинг развивается в наших странах и теперь когда мы вышли на континент будет легче вот это плохо это нас обнаружат давайте разобьем устойчивость лекарства вот теперь пойдет быстрее заражения по тысячам потому как если человек почувствует что что ему хреново он не сможет антибиотиками вылечить что ему хреново санитарные правила дайте у меня тут есть у меня тут есть прионы Я так понял, что она, типа, портит мозг людям, и они хуже думают, но, как бы, это круто, только если они исследуют. В общем, это скорее к симптомам относятся они. Да, пути передачи нужно развивать. Туберпулез заразил. Ну вот, Карибу пошли. Джека-Воробья заразили. Африка после цунами. Окей. Что-то перестало поступать к нам. ДНК. Эпоха заражения идет. Да, очень плохо. Нужно копить, наверное, на эти, на противостояние антибиотикам еще. Противостоим антибиотикам. Окей. Блин. Ну, давайте же. Какой-то раж. А, это фиговый симптом. Он очень заметный. Троли мутировали. Куда? Блин, заражайтесь уже. В Англии плохо идет. А вот в Мексике хорошо идет заражение. Нужно посмотреть, никуда ли в другое место оно не распространилось. Всего пятнадцать. Нам нужно больше сопротивления. Лекарство. Ну, блин, это медленно. Это очень-очень медленно. Давайте-ка еще. Ну, в Саудовской Аравии быстро пойдет. Там климат хороший. Вообще. Что тут в Англии? В Англии плохо. В США получше будет. В Мексике хорошо, очень все хорошо. О, пошло заражение. Давайте затроллим всех. Ну, блин, дайте мне еще ТНК. Мне нужна тридцаточка. Хотя бы. А то вообще нифига не дают. Мне не дают. Я так расстроен. Ага, вот, тридцаточка. Вот. Свою часть к лекарствам. Чтобы быстрее заражение шло. Особенно, вот видите, как пошло. В развитых странах. И в Англии пошло сразу по десяткам. И в Японию. Вообще, что-то мы заражаем только развитые страны. Не заметили. Францию еще заразили. Нет, нужно кашель убрать. Или что это за симптом такой? Ой, египет. Сейчас пойдет. Хорошо заражает. Много стран. Давайте пути передач качать. Отлично, отлично. Ну, в Зеландию нужно Гренландию еще заразить. А для этого я чувствую нам к холодному климату нужно устойчивость приобрести. Давайте-ка это сделаем. Вот, видите, сразу Норвегия, Россия пошла. О, пошел Бразилия. Россия, матушка, уже неожиданная. Не знаю, до кого она живет, она не матушка. Мать вашу Россию. Вот сриоты. Вот сриоты будут гореть в аду. Это их судьба. Вечная. Что-то много умерло. Что-то все равно в северных странах нехорошо это все делается, но распространяется. Давайте, наверное, качнем еще. Нужно сразу же его отменить. Вот это 100% кашель. О, пошел. Хорошо очень пошел заражать. Особенно северные страны радует. Правильно я сделал, что качну. Устачиваясь к холоду. О, Россия покрывается кем-то. А, что это? А, троллями. Ну да. В России тролли живут. Началось все с Куба, потом в Мексике тролли поселились. Теперь в Украине, Украина вся из троллей состоит. Но троллинг это дело плохое. То есть потом от низкой самооценки можно умереть. Тролли губительны для нашего мира. Особенно, когда они сидят в мозгу, постоянно тебя троллят. Троллят. Блин. Почему нет симптома троллинг? Ну, как бы есть симптом сумасшествия, можно было бы под симптом сделать такой. Что те, кто-то сидит в голове и постоянно троллят, троллят. Ну, я думаю, теперь уже нам, пофилу, нас даже не обнаружили. У нас 89 ДНК, я думаю, этого хватит. Давайте развиваем. Отлично. Все, теперь с предельной скоростью мы начинаем убивать людей. Легкая болезнь. Все распространяется. Да мне плевать, кто там закроет аэропорты. Быстро убивает. Гляньте, прямо сливается. Так, нужно, наверное, выучить вот эту штуку, чтобы нас не убили быстренько. То есть не очистили мир от троллей. Тролли должны затроллить всех. Тролли под санитарным надзором. Туда их, да. Туда их и нужно под санитарный надзор. Но никто их туда не посадит, на самом-то деле. Это нормально, троллинг. Это как бы нормально. Вот ненормально, когда ты, типа, умный, не пьешь и не куришь и так далее. Тогда ты какой-нибудь маньяк Чикатило, и тебя обязательно посадят, испортят и так далее. Уничтожат тебя. Потому что нужно уничтожить того, кто лучше тебя. Задумайтесь над этой мыслью. Она у многих впита подсознательно. У других же она вполне сознательна. Но у всех она есть. И все следуют ее велению. Знаю, я знатный демагог. Но все же. Довольно-таки легко развивается все это. Пошел, пошел. 23. Блин, не хватит. Ну, тогда я не знаю, симптомов каких-то понаделать. Все, все ваши органы откажут. Вы умрете. Время людей прошло. Вырастут мои прионы. Хотя нет, они не вырастут, потому что они шубут своих носителей. Поэтому именно такое развитие события, оно практически невозможно. Потому как, ну... Обычно бактерии, они как бы по умолчанию умные. Они не убивают своих носителей. Потому что нет носителей, нет самой бактерии. А их задача, главное, выжить. Самый лучший паразит, это женщины. Потому что они не убивают своих носителей мужчин. Они их доят, доят, доят. В общем, используют по полной. Вот так вот. Метаболический скачок и болезнь нановирус. Нановирус, это интересно. Блин. Она довольно-таки сложная, но я все же попытаюсь. Ну и вот опять три звезды, так скажем, мы получили. Всем пока. С вами был Алексей. До следующей серии.